Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Тротуары Черкеска станут еще комфортнее и красивее. Тротуарной плиткой выложат большую часть пешеходной территории. Акселератором молодежных проектов в активной фазе идет микрогрантовый конкурс Росмолодежи. Что представят участники? Хореографические коллективы Зеленчугского района «Рио-Рита» лауреат многих конкурсов. А традиция коллектива и новых концертов. Очередная победа «Нарта» 4-1. Клуб лидирует в группе «Юг» третьего дивизиона и готовится к новым матчам. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании Президиума и оправкомиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснулина. Был рассмотрен ход реализации национальных и федеральных проектов в субъектах РФ. Вице-премьер положительно оценил итоги строительного комплекса за первое полугодие в стране, подчеркнув, что главная цель – не снижать темпов и завершить год с показателями не ниже прошлого года. В текущем году в Карачаево-Черкесии ведутся мероприятия по строительству, реконструкции и капремонту 214 объектов. Хорошие результаты демонстрирует регион и по вводу жилья. В течение нынешнего года в региональной столице должны уложить около 27 тысяч квадратных метров плиточного покрытия. Большой объем работ запланирован по улице Парковой и по проспекту Ленина и примыкающим к нему улицам. О том, что уже сделано в Черкесске и какие территории преобразят в скором времени, выясняет корреспондент Артур Мхце. Жители и гости Черкеска уже привыкли к тому, что в городе постепенно преображаются территории, ранее представлявшие собой удручающее зрелище. К хорошему привыкаешь быстро и сейчас люди с нетерпением ждут, когда ремонтные бригады придут на их улицы и создадут радующую глаз картину. В текущем году при поддержке главы Карачао-Черкесской республики за счет Средсторожного фонда Карачао-Черкесской республики запланированы работу по ремонту тротуара с плиточным покрытием на двух улицах. Это проспект Ленина и улица Парковая. Постараемся уложить до конца года около 27 тысяч квадратных метров плиточного покрытия. Также при работах учитывается пожелание жителей по расширению тротуаров. В данный момент работы продолжаются по проспекту Ленина. Тротуарной плиткой уложена большая часть пешеходной территории между улицами Кавказской и Комсомольской. Когда рабочие завершат благоустройство участка по одной из главных улиц Черкеска, они займутся обустройством тротуаров по Кавказской, Дагагариной и Красноармейской. По словам представителя мэрии, особое внимание уделяется удобствам для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. На всех перекрестках, а также местах посадки и высадки пассажиров устанавливается дактильная плитка желтого цвета. Кроме того, на некоторых участках, например, около колледжа культуры и искусств, предполагается обустройство зоны отдыха с красивыми лавочками. При этом пешеходная территория будет полностью недоступна для любителей оставлять свой транспорт на тротуарах. Работы по проспекту Ленина планируется завершить к середине августа, после чего подрядные службы переедут на Парковую. По улице Парковой у нас запланирован ремонт именно широкого тротуара. Это от Круга Петрусевича до улицы Даватора. Там мы также предусмотрели дополнительные парковочные места. Установим ограничители для автомобилей, чтобы они не мешали передвижению пешеходов. В частном секторе в прошлом году было уложено асфальтовое покрытие. В этом году мы на противоположной стороне планируем провести работы. В планах на следующий год покрыт тротуарной плиткой около 25 тысяч квадратных метров. Это в первую очередь участок по проспекту Ленина до улицы Ставропольской. Большое внимание специалисты управления ЖКХ уделяют взаимодействию с населением, в том числе с предпринимателями. Так, на некоторых улицах красота была создана при непосредственном участии людей, которые обустраивали прилегающую территорию, как, например, собственники помещений в этом доме. В целом же население положительно отзывается об изменениях и надеется, что преображение региональной столицы будет продолжено. Артур Махц, Анастасия Лой, Вести, Карачао, Черкесия. В Черкесске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции за совершением мошенничества с использованием служебного положения и причинением ущерба в значительном размере. Следственными органами по Карачао Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества со стороны сотрудника госавтоинспекции. Согласно установленным в ходе следствия данным, 5 июня текущего года подозреваемый, узнав в ходе разговора со своим знакомым о поиске им автомобиля для покупки, предложил приобрести по цене 170 тысяч рублей якобы списанный служебный автотранспорт. Убедив пострадавшего в законности своих действий, злоумышленник передал стоящую на балансе правоохранительного органа автомашину, получив взамен указанную сумму денег. Впоследствии данное транспортное средство было изъято у потерпевшего и возвращено в отдел полиции. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 11, а днем 28-33 градусов тепла и местами до плюс 25. В Черкесии без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17, а днем 30-32 градусов тепла. В Черкесии на базе каворкинг-центра прошла встреча участников проекта Республиканского министерства молодежи «Акселератор молодежных проектов». Сейчас в активной фазе идет микрогрантовый конкурс «Росмолодежи», в котором будут представлены все социально ориентированные задумки участников проекта. Ахмад Халкечев подробнее. Главная идея площадки состоит в том, чтобы молодые люди поняли суть проектного менеджмента и научились правильно формулировать идеи. В свои важные мысли заместил председателя правительства Карачаева-Черкесии Дмитрию Бугаеву и депутату городской думы Республиканской столицы Султану Узденову представили 13 участников «Акселератора». В этом году мы ожидаем, что общегрантовый фонд, значит, поддержки социально значимых инициатив молодежи Карачаева-Черкесии, также некоммерческих организаций, образовательных учреждений высшего профессионального образования составит более 50 миллионов рублей. Следует отметить, что те грантовые конкурсы, которые организуются, это конкурсные мероприятия Федерального агенста по делам молодежи. Здесь наше участие заключается в том, чтобы мы повысили уровень конкурентоспособности представителей молодежи Карачаева-Черкесской республики. Как показывает практика, данная цель достигается, задачи исполняются. Возможность доработать свои идеи в «Акселераторе» помимо студентов вузов и СУЗов получили также и школьники. Спектр вопросов, заботящих молодежь, весьма разнообразен, что в свою очередь подтверждает уровень высокой социальной ответственности современной молодежи. С удовлетворением отмечают организаторы. Это направление по тематикам, оно меняется из года в год. Если, например, в 2019 году больше было проектов связано с патриотизмом, то в прошлом году и в этом году мы замечаем, наверное, больше уклон в сторону социальной активности среди молодежи. Многие из ребят, получившие первичную обратную связь, удостоверились в том, что они движутся в нужном направлении. Ну а заботят молодежь вопросы финансовой грамотности, сохранения языка и культуры, а также взаимовежливое поведение водителей на дороге. Я вижу проблему, я знаю то, что можно решить эту проблему, или, по крайней мере, попытаться решить эту проблему через социальное проектирование. И именно поэтому, я думаю, написать проект на эту тему, повысить культуру вождения у нас в городе Черкеска, обучить новоспеченных водителей, которые только получили права или еще не получили этой самой культуре вождения. И все это благодаря акселератору, который проходит сейчас в Министерство по делам молодежи. Акселератор молодежных проектов направлен на организацию образовательных мероприятий в формате интенсива, чтобы ребята смогли подготовить конкурентоспособные и социально значимые инициативы. Ахмар Халкечев, Анастасия Лой, Вести Карачаева, Черкесия. Молодежному коллективу «Рио Рита» из села Даусу Зеленчукского района исполняется 8 лет. Сейчас артисты готовятся выступить на концерте, посвященном Нью-Российского флага. Подробности у Али Ваташева. Репертуар танцевального коллектива «Рио Рита» разнообразен. В нем есть место как современным танцам и флешмобам, так и традиционным. ПЕСНЯ Иногда танцевальное выступление чередуется выразительным чтением стихотворений. У нас одна семья, и дружба на водах не просто слова. Дружба на водах на все времена. Пусть на нашей планете исчезнет дважды. Пусть минные звезды над небом горят. И дружба не знает, гвонит и прыгает. Танец объединяет детей различных национальностей, которые с удовольствием исполняют танцы народов Северного Кавказа. Плавные и грациозные движения горянок на сцене покорили сердце Алены Гавриленко. Девочка записалась на танцы, с удовольствием посещала занятия и теперь сама участвует в концертах. Мне интересны национальные танцы. У них красивые костюмы, плавные движения, красивый танец. А Лане Губаевой недавно исполнилось 19, но она продолжает посещать занятия по танцам в ансамбле и выступать на сцене. Танцую с нолевого класса. Сейчас мне уже 19 лет. Казачий танец, он быстрый, красочный, поэтому мне нравится. Мне тут нравится танцевать и тут хорошая учительница по танцам. Я в школе занималась, там они просто танцуют, потом на себя танцуют они там. Потом я сюда пришла и мне тут очень сильно понравилось. Один из самых ярких номеров коллектива, соединяющий традиции и современность, танец «Калинка». Коллектив «Риорита» был основан в 2005 году. С этого времени его бессменным художественным руководителем является Анна Запорожец. Коллектив существует, как я уже говорила, 8 лет, около 80, с 2015 года, как только я сюда пришла работать, в 2015 году в Даубсусское сельское поселение директором Дома культуры. И в этот момент я сформировала ансамбль, который тогда состоял из других участников. Сейчас эти участники уже выпустились, многие закончили уже институты. И сейчас мы занимаемся в репертуаре нашего ансамбля в общей сложности порядка 10 танцев. Сейчас некоторые танцы, естественно, в разработке находятся. Таких уже более-менее отработанных, готовых концертных номеров мы можем показать сейчас на 8 номеров концертную программу. Творческий коллектив «Риорита» является лауреатом многих российских и международных конкурсов. Сейчас ребята готовятся выступить в районном концерте, посвященном Днем флага России. Али Баташев, Ольга Савенга, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчугский район. На стадионе «Нарт» в Черкесске состоялся домашний матч между командами «Нарт» Черкесск и «Беслан» Северная Осетия. В очередной раз наши футболисты показали красивую и азартную игру. В первые же секунды матча «Нартовец» Дмитрий Михайлов отправил гол в ворота соперника. На 33-й минуте первого тайма осетинская команда сравняла счет. Через 10 минут преимущество оказалось опять на нашей стороне. Футболист «Нарт» Азамат Курачинов забил пенальти. Во втором тайме игроки Карачаева, Черкесии уверенно укрепили свое лидерство. Как итог 4-1. Голы в ворота «Беслана» отправили Влад Рымарь и Амир Джумаев. Как всегда, поддержать родную футбольную команду «Нарт» на стадион с одноименным названием пришли гости и жители города и республики. 2 августа поклонников ждет очередной матч. «Нарт» встретится с главным своим соперником – командой из Ингушетии. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма. «Счастье не загоряемо». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...